Смотри, я вот прямо помню, как мы с тобой разговаривали, да, как тебе вот прям, да, как ты мне прям доверилась тогда, я прям помню эту твою готовность, раз, бегом, все, хочу, ты такой, знаешь, такой редкий случай, когда приходит, говорит, как, чего скажи, хочу, вот, и теперь скажи мне, пожалуйста, какой у тебя есть результат с того момента, как ты начала? Смотри, вот, почему я тебе тогда, ну, сразу вот расскажу, почему доверилась, да, то есть я за последние два года пополнила на 20 килограмм, ну, то есть представь себе, с 60 и до 80, то есть первый раз, когда я подумала, что если я сейчас увижу цифру 70, я застрелюсь, я увидела, буквально там, наверное, через неделю я увидела 72, но и не застрелилась, ну, как он, осталось, да, вот, но при этом, с этого момента я начала себя очень плохо чувствовать, потому что, знаешь, уверенность стала терять, ага, женскую свою уверенность стала терять, да, то есть мне, то есть если раньше вокруг парня меня так вертелись, то здесь я поняла, что, то есть они так и вертелись, я уже, я не могу, да, ты не могла их принимать уже, да, да, я не могу от этого, я, естественно, ухоживаюсь уже, ну, как-то съезжаю, то есть вот по дружбе что-то поговорить я могу, а вот даже мысли представить о том, что у меня могут возникнуть какие-то романтические ношения, я не могла, потому что я перестала себя любить, ну, знаешь, одежды начались, то есть вот одежда, которая, я за это время поменял 4 размера, то есть вот сейчас, когда я ухожу назад, у меня есть что носить, понимаешь, я сразу, то есть вот такой огромный гардероб показываю, причем я обнаружила, что какого-то размера у меня нет, потому что, видимо, знаешь, это, видимо, вот этот крайний был вариант, когда я уже была не согласна с тем, что я толстею, но покупать одежду я не хотела, я вот ходила, знаешь, такая колбаска. В сосисочках, да, в сосисочках. Да, такая, прямо, знаешь, вот с перевязочками вот этого колбаска. Хотела, соответственно, я же это все видела, ну, и в какой-то момент мне прямо так не нравилось, это был ужас. А при этом у меня была такая ситуация, когда я ходила к одному косметологу, прекрасная женщина, она мне, ну, был момент, когда я там разводилась с мужем, я немножко подполнела, ну, на расстройство, видимо, сожрала, да, и это тогда подполнела, это было 65 килограмм, ну, после 52. Ну, да, да. Да, и она меня быстренько так схуднула, там, привела в порядок, и все. Тогда ей было 50 лет, и она весила 57 килограмм. И в какой-то момент у нее начался климакс, да, и вот ее начало переть. Ну, причем она сама там немножко, она же доктор, пневмолог, эндокринолог, знаешь, какой-то, когда сам себе назначаешь лекарство, немножко подназначила больше лекарства, дозу, и в результате она начала прямо полнеть. Ну, красиво так, знаешь, когда фигуристы так полнеть. Да, бывает. И, ну, как бы, надо же себе оправдать, ну, почему это происходит. И она начала говорить такую вещь, что вот как только случается гормональный сбой, ничего ты с этим делать не можешь. Ах, вот он, какой северный олень, понятно. А поскольку она мне еще при этом делала месотерапию на животике, она говорила это мне в этот момент, понимаешь, когда мне там было «Ах, ах, ах!» Естественно, оно где-то у меня на подкорку там залегло, это масло. Ага. Я согласилась, как мне тогда казалось, потому что я ей говорила, «Нет, нет, Татьяна Григорьевна, это и у вас потому, что там булочные в Волконске открылись, и я не буду завтракать, понимаешь, записала». Ну, как бы на тот момент я не согласилась, но когда со мной случилась такая же ситуация, у меня прям началось, то есть мы сделали операцию, посадили на гормоны, и в этот момент я поняла, что у меня начинает это всплывать, всплывать. И к тому моменту, когда я тебя встретила, у меня было такое отчаяние, когда я сидела, знаешь, у меня было такое лезвие бритвы, как бы я сидела на верхушке, мне нужно было определиться, я тут в одну сторону иду, или я в другую сторону иду, хотя на тот момент у меня уже, при этом я уже, знаешь, поскольку я теряла чувство уверенности, у меня в бизнесе уже на этот момент начались приятности, обесценки и все. И я уже начала, знаешь, ну, а я же себя сама обесцениваю, поэтому, естественно, и всем позволяю, ну, потому что, знаешь, как наказание какое-то. То есть я потом, когда разбиралась с собой, что со мной произошло, ну, слушай, ну вот так сложилось, все, да, звезды сошлись. Да, звезды сошлись. Я села тогда, я помню, что я сажу, и думаю, ну, надо это самоопределить. А, я в этот момент еще в Суздаль съездила, и там такой модный магазин, и купила себе платье, знаешь, которое так, и вот оно трапезно. Ой, какая прелесть. У меня большая, то никакого живота, ничего нет, и я такая, знаешь, красивая женщина, такая красивая, пухленькая такая вся. И, в принципе, я вот так посмотрела на себя, сидела на насчет зеркала, и так стояла, и сяк стояла, и понимаю. В принципе, у меня есть два варианта, развития событий, либо я просто сейчас соглашаюсь с тем, что ничего с этим не сделать. Ага. А поскольку я все-таки люблю красиво одеваться, думаю, мне надо будет изучать тогда моду для комнат. Да. Чтобы как-то вот, ты знаешь, вот это вот красиво. Ну да, 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 завернуть красиво. Да, думаю, ну, ну, значит, вот наступил мой момент, когда я стала солидной мадам. Фиська. Да, я буду с этим смириться, и вот просто принять себе такое, и понять, что теперь мои парни не мои ровесники, а где-нибудь, где-нибудь на 10 постарше. Да. Да, и буду я с ними мило сидеть и разговаривать. Вот такая я вся красива. Причем я вижу, что в этот момент они очень сильно активизировались в мою сторону, потому что я для них прям привыкла. Да, дедушки, дедушки наплыли, да, дедушки набежали. Да. Либо второй вариант, да, то есть я с этим не соглашаюсь, и тогда я вступаю в бой. Я начала искать, я там ищу, ищу, одно пробую, мне не помогает, другое пробую, мне не помогает. И вдруг я захожу вот в Исоцкий и вижу тебя. Ну, я же помню, знаешь, какой-то период времени, когда ты была такая хорошая. тоже, да, Матрона такая. Если честно, Люда, я первый раз, когда тебя увидела, я подумала, что репосак что-то сделала. Так резко, много отсосать. Я смотрю, так грубо, на все легло. Я остаюсь, думаю, я даже вначале не решила тебя спросить, что случилось, мне удобно же у девушки спрашивать, какие процедуры она там сделала, как раз, как выглядит, понимаешь. Потом думаю, ну нет, все, не могу, зачесалась, если даже что-то сделала, надо узнавать. Пойдем делать тоже, да. Пойдем тоже делать. ну и вот я к тебе подсела, и вот я с тобой стала разговаривать, да, и вот ты мне так убедительно все это рассказала, что я подумала, блин, ну в конце концов, ну может это мой шанс, понимаешь, вот ты, я, ну и не знаю, ты знаешь, я поверила в это. Спасибо. Я зацепилась, вот как за соломинку уже, думаю, надо, ну хоть, может это мне поможет. И, конечно, сразу там первые пять килограмм, это вода, когда ушла, фу, и он такой классный результат. А потом я еще как раз, ну сложилось так, что я там немножко начала со своей головой разбираться, да, и там я как раз договаривалась со своим телом о том, что, ну то есть я вытащила все вот эти моменты, да, где. Да, Да, ну вот прямо вытащила, знаешь, вот где вот эти постулаты у меня сложились, наверное, это тоже еще, ну как раз, да помогло, потому что, ну легче стало. Потом я же начала чесаться. Я помню. У меня же высыпало, у меня тут на этом самом, у меня кожа сухая стала, прямо сухая. А до этого я такая, знаешь, гладенькая была, такая, ну, шелкая. А тут прямо все высохло, покрылась, каким-то лишаем, не лишаем, ну что-то такое, знаешь, вот прямо пятна круглые такие были. Ну страшно было, ну как прям, знаешь, неприятно было, или руки у меня там начали обвязать, да, 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 понимаю. И вот вещи. И в этот момент, я тебе хочу сказать, ну страшновато, прямо, знаешь, вот так остаться без поддержки, если бы не группа, ну и там какие-то вот эти вот вещи. А потом, знаешь, вот ты читаешь, ну я читаю, например, я не знаю, как у других, но у меня была такая ситуация. я вот все прочитала, там, я все прослушала, да, окей, все классно. Но в момент, когда у тебя что-то всплывает, блин, голова вот туда не идет, понимаешь? Да, нет привычки. Да, она реально не идет. потом очень важен вот тот момент, когда, знаешь, там начинаешь раскисать и начинаешь плакать. И вот то, что ты там, я тебя выкину из этой группы. Нет, нет. Выкину. Ни за что. Вот. Ну и что еще у меня еще было? Ну и вот какие-то там моменты, ужасно было, когда плата вступала. Да. Вступает плата. Первая плата у меня была две недели. Ну здесь я, поскольку я живу первый раз, на этом две недели я как бы нормально выдерживаю, так все хорошо. Но вторая плата у меня наступила месяц. Понимаешь? И вот этот месяц, причем я уже, ну мучаюсь, потому что я не знаю, у меня такое ощущение, что у меня стало, а я еще с собой недовольна. Ну да. Еще подхожу к зеркалу, понимаешь, вижу следующую картину. У меня животик сбился в мячик. Так. А вот здесь пустые мешочки волтаются. Ага. Ну что, он такой вперед. Да. А такой мешочек, и причем болтаются, прямо, знаешь, вот пустые. Я смотрю на этот ужас и думаю, даже не знаю, может быть, когда я была толстенькой, мне было профи показаться, чем вот с этими мешками. Понимаешь? Я думаю, что же делать? Потом, знаешь, села, думаю, ну подожди, ну что делать? Ну в конце концов, там РУПДЖИ есть, ну какие-то там, там Душарко, там этот самый, гидромассаж, он же тоже очень хорошо, ну вот эти вводные все процедуры. Ну я же знаю, в принципе, как с этим бороться, просто у меня никогда в жизни не было таких мешков. Понимаешь? Вот этот вот шарик, жир, а? Иначе, например, такой футбольный. И это ужас, я тебе покинула. Я понимаю. Вот. И что ты сделала? Да, и при этом ты еще стоишь, понимаешь, никуда. То есть вот ты с этим ужасом живешь, стоишь, никуда это не уходит, и ты думаешь, господи, господи, да что ж такое? Но все равно, понимаешь, ну а тут еще девчонки там подсели, да, вот на этот. У меня усилийный рывок случился, то есть вначале я так медленно, ну как бы, знаешь, я только поодежды одеваю брюки, они у меня уже неприлично висят. Да, Прямо неприлично, знаешь, как прям неприлично. Мульгарно. Да. И я такая думаю, ну нет, дай-ка я наслажусь этой неприличности, я покажу, я неделю хожу в этих неприличных брюках, знаешь, все одеваю, и чтобы все говорить, ой, Ольга Николаевна, что-то как-то на вас брюки не очень-то, они сидят, и я думаю, заметно, ура! Такое, знаешь, я прямо реально, ну то есть, я очень не люблю некрасиво выглядеть, но здесь я наслаждалась, думаю, пусть будет так, чтобы все видели, знаешь, вот это вот все, потом покажу, покажу, сниму, думаю, все, до свидания, эти брюки, с насладки. Честно говоря, я еще не решилась расстаться с ними. А я выбрасываю, выбрасываю, честно, думаю, ну вы нафиг, ну вы нафиг, а то, знаешь, как жадность может фара-фрая разгубить. У меня даже случилась такая ситуация, когда я перед тем, как мою наунеститную диету, меня отчаяние заводникло на то, что я вот эти маленькие одежды я отдавала, там, ну слава богу, своим племянницам, там, что-то сам, что ну вот, все, видимо, я никогда не попала, был самый прикол, когда я поняла, что у меня этого размера там нету, да, и я им позвонила, говорю, так вы носите мои вещи, они говорят, ну нет, мы же еще не доросли, выродайте мне обратно. Они такие, ну ладно, походим. похоронили немножко. Вот. И дальше, вот с мая, начиная, когда девчонки приехали с конференцией, да, еще тоже вместе со мной, мы же, знаешь, у меня никогда не было такого, чтобы я, например, уехала за границу на конференцию на какую-то или что-то, вот в отеле, где там все включено, и чтобы я приехала без килограммов, ну не было ни разу, то есть 3-4 килограмма, это всегда, вот за эти там недели, 10 дней, а здесь я приехала 200 грамм назад, понимаешь, но я с собой взяла миксер, я там ездила, ну, то есть я посадила всех девчонок, мы там сидели, на этом, вставал в току, ну раз они, они уже как раз мне так понесли, что там несколько, вот, и я этот самый, сама ездила за зеленушкой, там покупала, понимаешь, ходила, я каждое утро взбивала, им приносила, думаю, ну раз я уже завожу, ну да, 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 но в результате вот реально, то есть реально, причем миксер этот, знаешь, мне привезли из Финляндии, 40 евро стоит, он такой вот, прямо как баночка, хорошенький, закручиваешь, и с этой баночкой ходишь, да, да, отлично, да, хорошая штучка, да, ну и с учетом того, что холодильники в любом отеле есть, то есть, ну, по-моему, я езжу на полтора килограмма, ну, больше у меня грузов, но это настолько, ну, это везде можно сделать, понимаешь, что везде можно договориться, я уже научилась разные делать рецепты, то есть, вот этих смузи, да, если с ней или нет, я понимаю, что вот если добавила такого масла, или я добавила, и мне очень нравится добавлять, например, не знаю, правильно или нет, у меня оливковый, а подсолнечный, который, знаешь, обыкновенный, который такой стеночками пахнет, но надо только аккуратно с ним, потому что там слишком много омега-6, вот, поэтому, я ему добавляю 3 ложки, ну, может быть, чуть-чуть многовато, давай 200, да, ну, может быть, но он не важный, главное, что у него вкус есть определенность, чтобы оно сырое было, да, вот такое, да, сырое, да, этот запах, он такой вкусный запах, прям аппетитный, дымочек туда добавляю, авокадо тоже, вот, великолепно, сейчас мы на курсы у меня переросли, я почистил, тоже туда, супер, супер, ну, и это вот у меня как гарнир, то есть, ну, настолько вот вкусно получается, потом, замечаю, что когда я нарушаю, ну, например, знаешь, вот вечер, ну, обычно хорошо идет, вообще великолепно идет, когда я в 12 первый раз ем, ага, и второй раз в 4, хорошо, поняла, да, хорошая окошка, я теперь точно знаю, что вот у меня есть технология, если я застряла, ну, потому что я пробовала, пробовала, чем я выйду, вот когда я застреваю, вот я сразу понимаю, ага, здесь я, у меня был большой разрыв, да, или здесь я вечером поела, а потом, естественно, я утром захотела есть, я понимаю, что так, надо мне это самое, перейти, вот начинают 12-4, и при этом электролитную эту воду, лимон, с гималайской, вот, вот, как только я это выпиваю, у меня сразу рыбок идет, супер, супер, как только я там отклонилась в сторону, да, так сразу там, где-то либо стою, либо плюс, а какие у тебя еще есть секретики, вот для тех, мы сейчас как раз, драйвером для тех людей, которые застряли, там, или никак мчать не могут, слушай, еще один секретик такой, что надо просто признать, вот я для себя так выработала, да, то есть если я нарушила что-то, я не ругаю себя, вот прям не ругают, да, вот, например, там, ну, была у меня такая ситуация, когда приехали, ну, давай начнем с того, что я уже себе нравлюсь, то есть вот сейчас эти мои, там, 65-64, которые они туда-сюда вкрыгают, да, они меня уже прямо устраивают, потому что я такая, прямо аппетитная еще, грудь большая до сих пор, потому что неживательно мне, что она уменьшится, вот, ну, так все уже, то есть, ну, как надо, смотрится, и поэтому я уже немножко, то есть мандраж у меня ушел, я, ну, подуспокоилась, я понимаю, что даже если я буду, там, ну, как бы страниц, ну, килограммы сбрасывать по чуть-чуть, ну, допустим, на килограмм в месяц, меня это вполне устраивает, понимаете, потому что я не хочу отбисание кожи уже сделать, то есть все, что мне нужно было, я сейчас добилась, а сейчас, как бы, работа над ошибкой, то есть, ну, как шлифовка, шлифовка пошла, отлично, да, хорошая, да, так что вот, чтобы уже до идеальной картины дойти, но спокойно, при этом я четко понимаю, что грудь у меня уменьшится до четвертого размера, а сейчас, извините, уже пять с половиной, но был шестой, вот, ну, тяжеловато, если честно, особенно на массаже, знаешь, ложишься на массаж, и это мешает, мешает, я не понимаю, нам проще, ну, да, нам пока очевую компанию, но пока хочу еще тоже так же расслабиться, поносить, поноси немножко, вот, и поэтому я, ну, как бы, ну, стараюсь спокойно к этому уже сейчас относиться, и при этом я четко знаю, что, я четко понимаю, что, если я, ну, отдаю себе, ну, как бы отчет, что если у меня приехали гости, и я вдруг решила с ними, там, выпить белого вина, разведенного со льдом, я вот так сейчас делаю, да, ну, ну, чтобы поменьше было, я поняла, да, да, и в то же время, вроде как компания, и в то же время, я как себе, ни в чем не облинула, не отказываю, не ограничиваю, да, то я реально понимаю, что на утро у меня будет плюс 500 грамм, окей, ну, прям понимаю, да, там, 500-700 это будет, я понимаю, что это просто вода, да, 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 после этого я четко знаю, что, ну, вот, хорошо, ты делала, это значит, после этого должно быть определенные действия, которые ты должна сделать, а, окей, да, утром, ну, я уже не ем до 12, там, да, потом я, значит, 4, при этом я пью электролитную воду, ну, прям усиленно, знаешь, там, выводишь это все, да, и что я делаю, ну, и все, и так несколько дней ты пришла в норму, если я хвалю, говорю, молодец, прямо молодец, Оля, все, и дальше, идем дальше. Да, ну, на самом деле правильно делаешь, потому что в действительности, ну, наше тело сейчас, оно в такой форме, что мы можем это все выводить, то есть ты его уже научила, потому что ты его уже не травишь постоянно, как это было раньше. Да, и знаешь, при этом я поняла по коже, то есть у меня опять стала такая, знаешь, шелковистая кожа, то есть вот если она была сухая, сейчас я здесь трогаю и понимаю, блин, как меня же приятно трогать, уже не стыдно показать, вот, прям, ну, такая, знаешь, заманчивая стала, ну, приятная, то есть я вижу результаты, потом у меня есть такая еще история, что, бывает, килограммы не падают, да, а по видежке ты вдруг понимаешь, одеваешь брюки, там, неделю назад ты одевала, они там были на тебя плотненько, а сейчас уже через неделю ты одеваешь, вся тот же, тот же самый вес, да, 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 болтаются, понимаешь, и то, ну, ладно, ну, как бы, если вес не упал, ну, ладно, хорошо, брюки-то болтаются, значит, и есть результаты, ну, да, что есть по этому поводу, ну, единственное, что, ну, я сейчас, если честно, немножко расслабилась в этой группе, в новой, потому что, я английского не знаю, это пипец, конечно, я сейчас вот тебе поставила следующую цель, мне нужно английский, все-таки добить, чтобы я могла с ним разговаривать, и общаться, да, поэтому мне немножко в этой группе тоскливо, одиноко, то есть я там жду, когда кто-то на русском, я, конечно, перевожу, там, ну, там, Google Translate, то есть же, но я понимаю, что это не совсем четко, поэтому мне здесь немножко не хватает общения. А ты начни писать отчеты, ты удивишься, как народ быстро там реагирует. Да, ну, видишь, это, ну, я тебе говорю, что общение же, оно и с моей стороны, и с моей стороны, да, получается, и поэтому, поскольку я затихла, ну, опять же, это мой же комплекс, да, то есть, а, я английский не знаю, тогда они все на английском разговаривают, а я, значит, не у дел, понимаешь, это со мной сижу, там, посматриваю, что вы там. Хорошо, что посматриваешь, молодец, я сейчас только что опубликовала там информацию. вот как опубликации, все смотрю, но такая молча, знаешь, как собачка такая. Ну, видишь, у тебя новая цель появилась, потому что появились новые планы жизненные. Смотри, девочки, как мне там без вас скучно, они мне говорят, так просись назад, я там назад не могу. Ну, что, я могу тебя включить на отчеты писать? Ну, да. Так что мешай. Поэтому, естественно, я там перестала мериться, там, ну, как-то так, потому что, ну, я померю, вижу, так, а, ну, следующий раз, первым, то есть я знаю, что сейчас делаю, я одежды мерю свою. Я раз-раз намерила, опс, отложила, еще у меня гардероб прибавился, как красиво там одевалась, там прямо, так, следующий одеваю, а сюда еще не влезаю, окей, есть куда стремиться. Как хорошо, молодец, хорошо. Есть еще какие-то секреты у тебя, чтобы поделиться? Есть секреты. Ну, если ты ездишь далеко, да, или, например, тебя заставляют есть, бывает же такая штука, что ты хочешь. знаешь, я нашла у себя вот такой маленький шкалик от русского, старый Таллин, я его вылила, ну, уже давно кто-то подарила, и, ну, я просто-таки сильно много алкоголя употребляю, то есть, ну, как-то, поэтому у меня, знаешь, алкоголь застоит этими годами. И я тут, ну, думаю, как же, понимаешь, с лимоном я вообще, тут такая жуткая аллергия, поэтому мне нужно определенное питание. Поэтому, если я что-то не то съем, там, поэтому мне может тут шок случиться, вы мне, пожалуйста, помогите. Как только я это говорю, все, знаешь, все начинают мне отдавать. Да. Вот. С чем тяжело? Яблочного уксуса нигде нет. Ну, конечно, да, с собой усишь. Да. Что я делаю? Я этот шкалик вымыла, помыла, он такой, знаешь, маленький. хорошенький. У меня был побольше, поэтому, знаешь, такой, типа коньячка, я когда, а он же еще желтый, знаешь, это уксус. Я когда достаю, видно, себя его левать, но у меня в ужасе смотрят, а этот маленький, такой, прям маленькая такая бутылочка, отлично. Отлично. Этот уксус, он легко кладется в сумочку. Да, да. Да, и вот он у меня все такое, он заворачивается, то есть, потому что пластмассовый уксус может произойти. да. И там пробочки, и все. А это прекрасно, понимаешь, вот просто взять вот эту маленькую бутылочку, вот купить один раз, ну, я не знаю, 90 рублей, это конечно, еруда, конечно, да. Так, да, это история. Вот, и я туда заливаю, закручиваю, туда сумочку положила, и с ним хожу, с этим. Заказать зелень, вообще не проблема. Ну, можно два с руколой там заказывать, там салат с креветками, там, ну, вот руколой и креветки, потом с авокадо есть салаты, тоже там, единственное, что я им говорю, что, знаете, у меня вот аллергия, вы мне, пожалуйста, не заправляйте там ничем, вот просто вот максимум оливковое масло можно заправить, а лучше вообще ничем не заправляйте там, они мне приносят там, не просто смотрите, иначе вот тут будет с вами там, это самое шоколадное. беда, да, беда. Естественно, на меня прям реагирует хорошо, потому что люди реально помогают в этом плане. Точно. Лимон, я тоже сейчас научилась, говорит, принесите мне просто пол лимона, не надо мне резать ничего, там, принесите мне пол лимона, я сама с ним спройну и воду. Они мне приносят тоже, то есть, ну, как бы, вы знаешь, никаких, когда там какие-нибудь друзья говорят, что ты не ешь, давай там, да-да-да-да, я говорю, извините, пожалуйста, но это в мою религию не входит. Они говорят, фу, вот ли какая у тебя религия? Я говорю, ну, вот такая у меня религия, я поэтому, ну, ты же свинину ешь, я говорю, ну, да, свинина в мою религию входит, я могу себе позволить. Отличный трюк, слушай, классная штука, да, чтобы не приставали, да. Ну, как бы, понятно, что люди понимают, что шутка, но это такая шутка, которая, почему-то, не позволяет людям идти дальше. Да, супер, супер. И вот они вот уже всем давно прикалываются, говорят, странная у тебя религия, я говорю, ну, а что вы делаете, ну, у каждого своя, вот у меня такая. Отлично, классная подсказка, всем пусть говорят, в мою религию не входит. При этом, я, знаешь, я для успокоения своей души я вначале каждый месяц сдавала анализы. А, ну, да. Я боялась, чтобы, ну, это самое, что, ну, надо было смотреть, что происходит. Ну, я помню, да. Да, я каждый месяц сдавала анализы, ну, и смотрела, что там происходит, да. То есть, когда я поняла, что все выровняло, там были какие-то отклонения, то есть, когда ты, ну, в начале же интоксикации идешь. Да, я же помню этот холестерин в крови. Да, в крови, в моче, там, 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 все остальное. Ну, вот, я просто, ну, еще, видишь, я же еще у гинеколога наблюдалась, потому что у меня же там при этом, давайте вырежем вам все, давайте вырежем вам все, я думаю, а с какого, с хрена ли вы будете мне что-то вырезать, если Бог дал это, значит, оно положено. Я спрашиваю, у меня точно рак? Нет, не рак. А если не рак, то зачем вырезать? Ну, да. Ну, то есть, чего вдруг мы будем все это вырезать? Тут у меня тут было тоже несогласие, они мне прямо в карточке писали, пациент категорически отказывается от операционного вмешательства, ну, то есть, прям, ну, себя снимали ответственность. Да, ну, и давили, понимаешь, еще на меня, что вот, вот, там, то есть, все. И я не была три месяца, ну, то есть, мы тогда вот с ней расстались, с гинекологом, я не была три месяца. Можешь себе представить, какой у нее был шок, когда, ну, то есть, тогда она мне сказала, типа, ну, будьте аккуратнее с похудением, потому что выглядит, ну, это вот тот момент, когда мешочки висели, знаешь, ты там вот кожа обвисла, там, ну, то есть, просто надо понимать, что наступает какой-то момент, когда, ну, просто кожа и организм не справляются с тем ритмом, который, ну, тот ритм, который ты идешь, ты быстро, ну, как бы все равно для кожи, ты, особенно, если очень много пополнил, то есть, она же растянулась, и она не может собраться так быстро, как бы хотелось. И наступает вот этот вот момент гадкого утенка, когда ты просто на себя смотреть не можешь. И, ну, вот в этот момент, в принципе, ну, я так предполагаю, что вот, если бы не было там тебя, когда ты мне гаркнула, что ты пойдешь отсюда нафиг, понимаешь, это самое, я уже ныла уже в тот момент. Ну, давай по-честному, я же ныла. Я уже ныла, я уже там пыталась, знаешь, что у меня вообще ничего не получается, и все, если бы ты на меня, ну, я не знаю, для меня это подействовало, понимаешь, для меня это было то, что нужно. Если бы ты мне начала там гладить и говорить, ну, потерпи, ну, все будет хорошо, знаешь, там, все будет замечательно, может быть, я еще больше бы, с собой распустила бы, и начала бы тебе выносить мозг, обвинять тебя во всем, чем только можно, там, тебя, остальные, и все. Понятно, да, спасибо. Ты в этот момент сделала, то есть, ну, как бы вот жестко так, я напугалась, и думаю, не, не, подожди, это же не приведет меня к цели, если меня сейчас выкинут из этой группы, и вообще какое-то позорище, знаешь, там, ну, то есть, для меня это было нереально, то есть, я не хотела этого, поэтому я пришла в себя и начала, ну, просто, ну, как бы понимать, что надо что-то с этим делать, надо перетерпеть, там, надо там то-то, надо себя привести, там, не перестать нарушать, там, ну, то есть, я начала смотреть, а что я делаю, там, еще, слава богу, у меня Света Демчич, понимаешь, подсоединилась в этот момент, я ей говорю, она мне говорит, слушай, ну, вот есть же эта таблица, ну, посмотри, я, все что, я пока-то туда в таблицу занесла, поняла, что жиров много ем, ну, больше, понимаешь, чем я, да, да, вот, ну, понятно, что происходит, понимаешь, если смотреть на, ну, на то, ну, если вот реально смотреть, что ты делаешь, ну, то есть, не быть следствием, а быть причиной, да, вот, смотреть, а что я сделала для того, чтобы у меня вот это остановилось, или у меня там пошло вверх, или что, ну, не бывает чудес, что просто так взяло, и что же случилось, то что-то перед этим я сделала, да, он прям реально сделал, понимаешь, конечно, конечно, ты уже понимаешь, ну, как можно, с этим справиться. Как только ты признал, ты уже это полпобеды, понимаешь? Как только ты начал искать, кто виноват вообще в этом, ну все, считай, что ты вылетаешь с этой историей. Да, так что ты гинеколог, да? А, гинеколог, ну это ведь и в ответ разговоры. Ну и тут я прихожу к гинекологу, и у нее такой шок, понимаешь? Она сидит, она глаза открыла, она даже говорить не может. Она говорит, Ольга Николаевна, я правильно понимаю, что вы похудели. Я говорю, да, я покостранела, покрасивела, и вообще я стала нереальной. Она такая, это правда. Как это вы так, ну, как так произошло за такое короткое время? Я говорю, ничего, если короткое время-то, чего вы тут начинаете, уже девятый месяц идет. Уже рожать пора, да? Да, что такое? Она такая, ну, вот сейчас у меня красиво выглядит лицо, понимаешь? А было же такое повисшее. Ну да, да, да. Ну, Люда, не могу сказать, что я не приложила к этому усилию. Ну, конечно. То есть, естественно, я сходила, делаем мезотерапию. Да. Ну, тут я поухаживала за собой. Да, да. Только ты начинаешь ухаживать, оно сразу тебе спасибо говорит. Да. Ну, то есть, это не секрет, это просто... Это нормально, конечно. Какого-то момента, потому что, ну, понимала, что... Ну, не хотелось просто, знаешь, когда я поняла, что все, вот, в принципе, вот этот тот момент, когда я вот уже готова, там все, ну, конечно, вот эти места надо подтягивать. Ну, да, естественно, не шешнадцать же. Да, 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 то есть, какие-то моменты. В какие-то моменты я реально понимаю, что, ну, если я отсекла, то я там травку с бруснику попила, по-немему, ну, чтобы там помочь почкам. А еще самый главный мой секрет, это который, я стою у зеркала, и я договариваюсь, я глажу свой животик, и говорю, какой ты у меня классный, какой ты у меня красивый. Давай, давай еще чуть-чуть поменьше будешь, и вообще будешь красивой. Ой, хорошо. Да, я понимаю тебя. Пусть договариваюсь, там, ну, массирую и договариваюсь. Угу. Ну, мне вот дает эти плоды. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что ребятам очень поможет то, что ты сейчас рассказала. Благодарю тебя. Прям вообще супер-супер. Спасибо вам тебе, что ты встретилась на моем пути. Пять секунд еще. Давай, давай. У меня появилось. Вот прям реально. То есть я когда достигла вот этого результата, я реально поняла, что черт, я сумасшедшая, я же могу вообще горы сворачивать, понимаешь? То есть у меня вот вернулась моя уверенность в себе. Я вот уверена, ну, почему я вот девчонок, например, даже десерт не добавляю. Почему-то вот беру просто и говорю, ну, хорошо. Если я не сделаю, то кто сделает? Это раз. А во-вторых, я понимаю реально, что если я это сделала, знаешь, там, победила, какие-то такие вещи, которые многие вообще считали, что это невозможно, да, то я реально... А еще у меня мелома уменьшилась. Представляешь, почему-то значительно уменьшилась. То есть я совсем договорилась. Здорово. Здорово. Это просто в себе. Вот просто я всем желаю, чтобы поставили себе цель и начали договариваться. В первую очередь с самим собой и с тем, чем ты борешься, понимаешь? Прямо договариваться. Здорово. Спасибо. Спасибо.